Особое мнение на 101FM На мой взгляд, нынешняя ситуация не должна внушать какой-то излишний оптимизм для стороны защиты. С одной стороны, безусловно, хорошо, что Владимир Васильевич в настоящий момент находится дома, а не в условиях лишения свободы. Но, тем не менее, ведь суд отменил оправдательные приговоры, отправив дело на новое рассмотрение. Я, честно говоря, дорого бы дал за то, чтобы почитать решение суда второй инстанции и понять, что же явилось причиной того, что суд, в принципе, усмотрел наличие каких-то процедурных, процессуальных нарушений и отправил дело на пересмотр, отменив оправдательные приговоры. К сожалению, на сайте областного суда такой информации нет. Сторона защиты, насколько я понимаю, тоже не торопится в паблик эту информацию выносить. Да, тоже странно, кстати. Ну, чего, поживем, посмотрим. С другой стороны, конечно, подобного рода нервной ситуации, ну, всякого Владимира Васильевича здоровья-то не добавляет. А думаете, СИЗО бы добавило? Вы знаете, вот, безусловно, не добавило бы, но, тем не менее, вот эта неопределенность, которая в настоящий момент имеет место быть, нервов-то уходит гораздо больше, насколько я понимаю. Самое тяжелое для человека, для любого, это как раз неизвестность и неопределенность. Хочется всегда какую-то конкретику иметь. Посмотрим. Опять же, повторюсь в том, что я, на самом деле, удивлен какой-то странной пассивности стороны защиты Владимира Васильевича. С одной стороны, утверждали, утверждают, я думаю, будут утверждать полной непричастности, невиновности своего подзащитного. В то же время, гласности, публичности, свою позицию, свои точки зрения, они как-то не предают. И общественность фактически остается в неведении. Все, что нам остается, это просто дожидаться какой-то информации, которая, я думаю, что очень нескоро начнет поступать, тогда, когда начнется новый процесс. А новый процесс, он не сразу начнется, то есть вот не в ближайшее время, да? Ну, в любом случае... И сколько времени он займет вообще? А никто не знает. Все ведь зависит от того, как будет развиваться событие. В принципе, основные свидетели были допрошены. С другой стороны, сторона защиты, сторона обвинения могут потребовать передопросить свидетелей. И будут настаивать не на оглашении тех показаний, которые свидетели давали в предыдущем судебном процессе, а на повторном заслушивании этих показаний заново. С возможным оглашением тех протоколов, которые имеются в материалах дела. Тянуться этот процесс может достаточно долго, и здесь прогнозировать какие-то четкие сроки мне представляется абсолютно бесперспективным. Слушайте, ну дело-то уже несколько лет, получается, да? Живет. Ну да, согласен, собственно говоря, что, ну, наверное, подобные вроде сроки рассмотрения, они не вполне соответствуют критериям эффективного правосудия. Но, с другой стороны, ведь приговора никакого нет, приговор отменен, дело отправлено на новое рассмотрение. Я делаю вывод, на самом деле, только один о том, что, действительно, областной суд усмотрел какие-то процедурные нарушения и, безусловно, оставляет в силе любой приговор, что оправдательный, что обвинительный, в случае, если была нарушена процедура судопроизводства. Ну, это неправильно, это закладывать минус замедленного действия под судебный акт. Ага. Ну, Николай Голиков, вчера мы с ним разговаривали в особом мнении, и журналист Николай Голиков сказал о том, что, ну, скорее всего, вот эта вот история с пересмотром, это, ну, не знаю так, игра на стороне обвинения, не знаю, насколько правильно я сформулировала, то есть это вот именно обвинение, скажем так, выигрывает от этого, да, то есть пересмотрено, если и будет, то не в сторону уменьшения вот тех восьми лет по одному из эпизодов, а наоборот, как бы добавление, скажем так, к обвинению еще каких-то моментов. А, нет, это область догадок, однако, тем не менее, судя по практике, если у нас дело вернулось в суд первой инстанции, ну, это означает о том, что Кировский областной суд в своем судебном акте в любом случае укажет на те упущения, которые были судом допущены, и фактически выдаст какие-то свои рекомендации, как следует вести себя в суду первой инстанции при новом рассмотрении дела. Не исключаю, что в итоге, в итоге приговор, он может быть кардинально отличным от того, который имел место быть до этого. Даже кардинально, то есть вот не восемь лет, а значительно больше или значительно меньше? Еще раз, Аня, это... Из области догадок. Да, это исключительно уже эзотерика, и прогнозировать чего-то здесь, не зная материала дела, мало перспективы. Понятно. Илья Шульгин, вы вообще наблюдаете за этим процессом? Я не знаю, вот насколько это для, ну, скажем так, для этики, может быть, юридической, и для этики журналистской сейчас будет правильный вопрос. Но... Удивите меня. Люди, с которыми мы разговаривали, они как-то сочувствие выражают Илье Вячеславовичу. Говорят, что, вы знаете, ну, вот кажется, что человек, когда говорит, что я не понимаю, в чем виноват, он не лукавит в этот момент. Ну, вы знаете, я тоже не вполне могу понимать, каким образом непосредственно главу города... Администрации. Города можно обвинять в недочетах при принятии этих же камер видеофотофиксации, если фактически так-то эти камеры, по-моему, опять же, если я не ошибаюсь, принимал так-то не он. Значит, у нас есть специальные службы управления Дорожной парковой инфраструктурой, специалисты технические и так далее. Если даже Шульгин где-то какие-то подписи ставил на каких-то документах, наверняка его подпись была финальной, и он, скорее всего, полагался на заключение, на мнение конкретных специалистов. Но, опять же, очень тяжело рассуждать по поводу правильности, неправильности каких-то следственных действий, выводов, обвинения, не видя все материалы дела. Опять же, здесь традиционно попеняю стороне защиты господина Шульгина о том, что как-то пренебрегают они общественным мнением и относительно плохо сотрудничают и со средствами массовой информации. Очень мало информации, которая позволяла бы высказывать собственное суждение о данном деле. Все, что нам остается сейчас, это ожидать 6 числа. Да, дальше, я думаю, что после того, как приговор состоится, вне зависимости от того, какой он будет, я думаю, что последуют какие-то комментарии как со стороны гособвинения, так и со стороны самого господина Шульгина. Либо в виде комментария, который будет дан средством массовой информации, либо в виде какой-то апелляционной жалобы, которая будет представлена на рассмотрение в суд второй инстанции, Кировский областной суд. Надо напомнить, да, что помимо Ильи Шульгина на скамье подсудимых еще Алексей Шутинов, это директор как раз, ну, в тот момент, на тот момент руководитель управления дорожной парковой инфраструктуры, Илье Шульгину обвинение запросило 5 лет для Алексея Шутинова, 4 года, насколько я помню. Ну, вот этот вот приговор, насколько он, на ваш взгляд, ну, скажем так, вот этот срок, насколько он в приговоре будет отражен, тоже сложно сейчас представить? Ну, традиционно суды прислушиваются, конечно, к мнению гособвинения, но сроки назначают, как правило, всегда чуть ниже. Всегда чуть ниже, соответственно, ну, даже если уважаемый суд посчитает о том, что фабула обвинения предъявленного, что Ишутинова, что Шульгину абсолютно доказана, я думаю, что сроки наказания будут, конечно, поменьше, плюс у суда сохранится возможность, в силу УПК такое право у Шуди есть, либо переквалифицировать деяние на какую-то другую статью, либо избрать вид наказания, не связанный с реальным лишением свободы. То есть условное. Условное осуждение. Но, опять же, по практике, ну, очень редко условные осуждения имеют место быть в случае, если причиняется какой-то ущерб бюджету. А сумма, которая здесь фигурирует в этом деле, все-таки исчисляется... Да, несколькими десятками миллионов рублей. По делу Юрия Полюха, бывшего министра информационных технологий и связей, ну, там примерно та же самая картина, да, тоже камеры закупленные, которые, скажем так, не соответствовали вроде как условиям, но сумма ущерба побольше, там более 90 миллионов. Ну, процесс вот еще идет, и как-то тоже превышение должностных полномочий. Примерно такая же картина, да? Ну, так мой комментарий не будет здесь отличаться никоим образом. Невозможно комментировать уголовное дело, не будучи ознакомленным с его содержанием. Отличие дела Полюха от дела Шульгина состоит, на мой взгляд, только в одном. По-моему, как раз господин Ишутинов в деле Шульгина фактически признал себя виновным, если мне память не изменяет. Не помню, честно говоря. По-моему, что-то такое имело место быть. Значит, я считаю, что на самом деле кировские суды не отличаются излишней жестокостью. Я с трудом, наверное, могу сказать о том, что есть какие-то абсолютно необоснованные приговоры. Жесткие. Ну, скажем так, некоторые сомнительные приговоры кировских судов неизвестны, вопросов нет. Другой вопрос о том, что если сравнивать, например, с столичными судами, ну, конечно, здесь кировские судьи все-таки более человечные. Может быть, в силу того, что мы некоторые провинции, и люди у нас подобрее, помягче. Не исключаю этого. Но, опять же, прогнозировать не возьмусь. Не возьмусь. Другой вопрос о том, что, ну, на мой взгляд, вот подобного рода дела, которые возбуждаются, расследуются, передаются суд в отношении достаточно высоких должностных лиц, которые занимали важные посты в структурах администрации города Кирова, правительства Кировской области. Можно по большому счету приветствовать. Почему? Если бы подобного рода дел не было, я бы считал, что наша власть по большому счету просто обречена. Значит, если власть умеет каким-то образом самоочищаться, то, на мой взгляд, это все-таки дает какую-то надежду на то, что организм выздоровеет, даже тогда, когда он болеет. Пытается, по крайней мере, таблетки какие-то принимать. Пытается каким-то образом, иммунитет какой-то есть. То есть здесь подождем, что нам остается. Слушайте, а почему вот эти вот дела никого и ничему не учат? То есть мы же на протяжении, ну, практически всех абсолютно лет, вот пока мы здесь работаем, да, наблюдаем, заводится на одного чиновника уголовное дело, потом на другого что-то подобное, потом на третьего, потом на четвертого. Это настолько там, скажем так, несовершенное законодательство вот в этой сфере, да, что всегда можно лазейку какую-то найти, по которой человека привлекают, и где он может там ошибку совершить, если это не корысть, например, да, а просто вот по недосмотру, по недомыслию, не знаю, там, начальник приказал, еще что-то. Ну, ошибаются все, нет такого человека, который бы никогда в своей жизни не ошибался. Другой вопрос о том, что вся наша система госзакупок, она излишне, на мой взгляд, заорганизована, она подразумевает очень большое количество стадий, привлекается огромное количество специалистов, и очень часто человек, который, например, вот имени администрации города Кирова подписывает государственный контракт, и, в принципе, получается, что именно он принимает решение. Фактически он выступает заложником тех сотрудников, фамилии которых мы зачастую не знаем, мы можем и не узнать никогда, которые разрабатывают технические задания, которые непосредственно принимают решения о том, какие камеры, например, потребны для обеспечения безопасности. И ошибка, допущенная на любой стадии, фактически может привести к тому, что, по большому счету, конечно, виноватым может быть признан человек, который всего лишь, собственно говоря, не до конца проверил обоснованность того решения, которое принимали даже не его подчиненные, а подчиненные его подчиненных. Но, к сожалению, такая система у нас госуправления. То есть заложники, по большому счету, большие начальники, заложники более низкого там звена, что называется, да, чиновников? Ну, возможно, возможно, да, я, наверное, склонен с вами согласиться, Аня. И как раз, на мой взгляд, наша беда заключается в том, что для того, чтобы избежать подобного рода рисков, при невозможности реформирования системы, приходится нашим чиновникам на любом уровне заручаться поддержкой вышестоящих чиновников, что, безусловно, укрепляет вертикаль власти в Российской Федерации. Это хорошо или плохо? Да даже, не знаю, на мой взгляд, некоторая децентрализация, она все-таки была бы более полезна, чем выстраивание жесткой какой-то иерархии. Чтобы люди умели принимать самостоятельные решения и нести ответственности. И отвечать за них, да. Это было бы правильно. Еще вопрос. Я не знаю. Наверное, это как-то с УПК расходится, да. Но в таком случае вот не было бы полезным, например, материалы, в том числе судебного следствия, да, и материалы, собранные следователем, материалы защиты, каким-то образом публичить на стадии процесса или после, например, вынесения приговора, чтобы вот это все где-то в открытом доступе выкладывалось, чтобы все чиновники могли посмотреть, почитать материалы дела, посмотреть, в чем там предыдущий их начальник, либо там, я не знаю, коллега их ошибся, и не повторять таких ошибок. Или это вообще невозможно? Я бы считал, что это, наверное, было бы неправильно. Так. Значит, почему? Я, Аня, все-таки сам бывший следователь. Ага. Значит, далеко не все материалы дела можно придавать публичности. Зачастую подобного рода материалы содержат сведения, которые охраняются законом, как государственная тайна. Так. В частности, это материалы оперативно-розыскной деятельности. А вот приговоры итоговые я бы, наверное, публиковал в открытом доступе обязательно. Но там же в приговорах, насколько я помню, содержится какая-то часть вот из обвинительного заключения. Конечно, конечно. Вот это вот все комплексы. Конечно. То есть, как раз у нас некоторые приговоры публикуются, решения по гражданским делам, как правило, публикуются. Понятно, что они деперсонифицируются, то есть там убираются фамилии. Свидетелей, да? Свидетелей, да. То есть, неопиняемого свидетеля. Заменяются, заменяются инициалами какими-то, убираются какие-то числовые показатели, суммовые значения. Но, тем не менее, фабулу дела из подобного рода деперсонифицированного решения приговора понять можно всегда. То есть, за что фактически человек понес наказание, какие смягчающие обстоятельства исследовал суд, как себя вел, собственно говоря, обвиняемый, подсудимый, в чем состоит его вина и так далее. Я бы, наверное, да, на законодательном уровне предусмотрел публичность приговоров. Ну, потому что, особенно если это касается чиновников. Это ведь интересно, наверное, не только их коллегам почитать, но и жителям тоже интересно посмотреть. Да я бы, в целом, наверное, сказал о том, что любой судебный акт, любой судебный акт, у нас же с точки зрения этого же УПК, этого же ГПК, любое судопроизводство, оно публичное. Существуют речайшие исключения, когда суд, в общем-то, прежде всего, во всяком случае, ну, на мой взгляд, подобного рода публикация документов никому бы не повредила, ничьих прав бы не нарушила. Это было бы очень полезно. Интересно, случится это когда-нибудь или нет? Я думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Во всяком случае, рассуждения на эту тему в Верховном суде ведутся, и о них известно. Понятно. Ну, мы сейчас вот с дел, которые, ну, скажем так, в паблике, но широкой публике неизвестно, что там внутри, перейдем к делу, в которое вы погружены. Это история депутата городской думы Владимира Журавлева, на которого, как я понимаю, пожаловались глава администрации Дмитрий Осипов, его заместитель Анна Вершинина. Претензии заключаются в том, что Владимир Вениаминович нанес некий ущерб в чести и достоинству вышеупомянутых чиновников до 8 августа, как я понимаю, рассмотрение этой жалобы отложили. Что там было? Давайте просто слушателям напомним, в чем были претензии и что происходит теперь. Депутат Кировской городской думы господин Журавлев Владимир Вениаминович дважды весной этого года, дай бог поймите, в марте и апреле, по-моему, выступал на заседаниях Кировской городской думы и комиссии по градостроительной деятельности, где подверг жесткой достаточно критике. Значит, деятельность администрации, которая, на его взгляд, крайне странно ведет себя в части заключения договоров по комплексному развитию территории и фактически своим бездействием стесняет деятельность строительных компаний на рынке города Кирова. Ну, в том, что вы сейчас говорите, я не вижу ничего криминального. Мне кажется, это вообще задача депутата вот такие вопросы поднимать. Жестко это как? То есть он... Ну, прилично. Выступление не содержало какой-то нецензурной лексики. В чем тут ущерб? Усмотрела у нас администрация и господин Осипов, и Анна Анатольевна Вершинина ущерб своей деловой репутации. Они полагают, что, предположив, что, например, новые правила землепользования и застройки содержат коррупционную составляющую, то это фактически есть обвинение конкретных должностных лиц в коррупции. Это один из примеров. Я практически полностью дословно цитирую исковое заявление. Самое смешное, самое смешное, что господин Журавлев в данном случае цитировал представление Кировской городской прокуратуры, которая внесла свое представление об устранении нарушений действующего законодательства администрации, как раз по поводу принятых администрацией города Кирова правил землепользования и застройки, указав, что данные правила содержат коррупционные факторы, что, собственно говоря, Владимир Велимирович и озвучил. Со свойственной ему экспрессией, наверное. Ну, слушайте, экспрессия, неэкспрессия. Каждый человек эмоционален. Во всяком случае, те стенограммы, которые есть у меня, они, на мой взгляд, как юристы, которые достаточно часто участвуют в подобного рода процессах, в основном такие претензии предъявляются вашим коллегам, а не журналистам. Я делаю вывод о том, что, ну, если человек предваряет какое-то свое суждение выражением о том, что я полагаю, либо я считаю, либо хочу поделиться своим мнением, то это все-таки не утверждение о каких-то фактах, а субъективное суждение человека. И даже если чужое мнение кого-то из наших чиновников не устраивает, то, простите, чужое мнение надо уметь уважать. И более того, у нас Верховный суд и наше законодательство говорит о том, что никто не может подвергаться никаким видам ответственности за высказывание собственного мнения. У нас, слава богу, про это в Конституции написано, а также в различного рода законах. Тем более, что господин Журавлев выступал не как физическое лицо, а как депутат. И существует многочисленнейшая практика как Верховного суда, так и Европейского суда по правам человека, которая фактически гласит о чем? О том, что если любой наш с вами согражданин соглашается выступить в качестве чиновника того или иного уровня, он сознательно принимает на себя риск того, что он будет подвергнут более жесткой критике, чем обыкновенный гражданин. В данном случае абсолютно неправильно повела себя администрация, чисто по-детски обидевшись. Ну, пусть нас рассудит суд в данном случае. Я вспоминаю просто эфир у Владимира Вениаминовича в этой студии. Он достаточно часто про многих чиновников нелицеприятные вещи говорил, именно в том формате, о котором вы говорите. То есть я считаю, это мое мнение, мне кажется, ну и как-то так. Ну, то есть он не утверждал, что это стопроцентная истина. Ну, слушайте, если бы господин Журавлев... Мне как депутату кажется так. Я понимаю, если бы Владимир Вениаминович Журавлев на любом заседании, ткнув пальцем господина Осипова, назвал его коррупционером, я бы, наверное, не взялся его защищать. Потому что тогда, если бы это было какое-то утверждение... То пришлось бы доказывать. Пришлось бы доказывать какими-то фактами о том, что лично господин Журавлев наблюдал что-то. Коррупционное. Да, либо кто-то ему что-то сообщил, у него есть какие-то доказательства. А так обсуждались совершенно обыкновенные текущие вопросы. Ну, плюс, конечно, господин Журавлев пенял администрации на совершенно незаконное, необоснованное увольнение бывшего главы департамента имущества администрации города, господина Токарева, который был уволен якобы за прогулу и в последующем восстановлен... Там какая-то была очень интересная история с декретом, по-моему, что-то с супруги связано или с отпуском, я не помню. Он написал заявление о предоставлении ему отпуска по уходу за ребенком, так как супруга у него работала. И такое заявление не было рассмотрено до последнего времени на протяжении многих-многих месяцев. Естественно, не мог господин Токарев бросить ребенка новорожденного без опеки и сидел с ним дома и нянчился. Администрация не нашла ничего лучше, как его просто уволить, причем уволить с задним числом. Естественно, это было все смешно, но соответствующее решение Первомайский районный суд принял. Увольнение только признал незаконным. И, естественно, депутат городской думы Журавлев точно так же покритиковал деятельность администрации и в части абсолютно необоснованных управленческих решений. В конце концов, нужно экономить и бюджет администрации города. Почему? Потому что подобного рода действия, которые признаются судом незаконными, они влекут обязанности этой же администрации компенсировать моральный вред этому же Токареву, судебные издержки и прочее. Это все ложится, простите, на бюджет. А, простите, мы, как налогоплательщики, почему должны своими деньгами отвечать за некачественность работы городской администрации в этой части? Эти деньги можно было с огромным успехом потратить, например, на ремонт ливневой канализации. Хотя бы то, что происходит сейчас. У нас ливень прошел, машина какая-то утонула. Вот, слушайте, сидим напротив здания правительства. Я очень сильно надеюсь, что вот та активность, которая сейчас ведется у нас на улице Карла Маркса, там вскрыли все бордюры, ремонтируют ливневку. Конечно, неудобно, но, тем не менее, ни одному автомобилисту тонуть на улице не захочется. И я очень сильно надеюсь, как избиратель, что подобного рода активность, она вызвана волшебным ускорением, которое предал... В Рио Александр Соколов, городским чиновникам. Вы абсолютно правы. Очень надеюсь. Да, возвращаясь к Владимиру Журавлеву и тому, что происходит. Сейчас... Почему так затянулось тогда? Ой, не затянулось. На самом деле, смотрите, значит, у нас было два заседания. Очень неподготовленная администрация вышла данный судебный процесс. Они не смогли даже объяснить, что конкретно в словах, выражениях господина Журавлева они считают утверждениями, в чем поручий характер и так далее. Значит, попытались поуточняться. На последнем заседании было заявлено ходатайство, даже не так, было заявлено о намерении попытаться назначить судебную экспертизу. Суд благосклонно к этому мнению отнесся. В подобного рода делах обычно все-таки, конечно, привлекаются всегда лингвисты, специалисты в области русской филологии. Значит, и предоставил сторонам время для того, чтобы подготовить данные ходатайства, приобщить необходимые материалы, получить согласие экспертных организаций на проведение такой экспертизы, внести соответствующую денежку на депозитный счет суда, с тем, чтобы уже суд смог выйти на эту экспертизу. И, фактически, итоговое решение будет принимать, как это не смешно звучит, не столько суд, который будет подписывать это решение, сколько эксперты-филологи. Почему? Потому что, если эксперты скажут, что есть в словах господина Журавлева какое-то утверждение, которое касается личности господина Осипова и госпожи Вершининой, ну, тогда, конечно, господину Журавлеву придется подоказывать те утверждения, если таковые обнаружатся. А что грозит ему, кстати говоря, если... С него пытаются взыскать компенсацию. Большую? Ой, огромную, по одному рублю каждому из листов. Понятно. То есть сумма не важна, важно наказать со стороны администрации, видимо, так. Нет, ну, давайте так. Вот здесь я, опять же, попеняю представителям администрации. Если это выглядит смешно, вот честно, вот как юрист заявляет, что если закон позволяет не требовать какую-то компенсацию, если господин Осипов либо госпожа Вершинина считают, как бесплатную консультацию, значит, полагают, что к чем-то господин Журавлев ущемил их честь, достоинство, деловую репутацию, они могут требовать опровергнуть данные сведения, точка. При этом смешить... Ну да, при этом не требуя какой-то там компенсации, еще что-то. На самом деле сумма компенсации в один рубль, ну, это смешно, просто смешно. Для чего это сделано? Если задачей наших чиновников являлось через суд доказать неправоту депутата, потребовать опровергнуть какие-то сведения, тем можно было бы ограничиться. А так, простите, уже сейчас юридическое сообщество зубоскалит на эту тему о том, что, вот смотрите, у нас сами высшие чиновники городской администрации оценили свою деловую репутацию в один рубль. Как-то, как-то вот не очень дорого. Понятно. Яна Чеботарев, юрист в нашей студии. Мы сейчас убежим на рекламу, через полминуты вернемся, и о том, как надо нести ответственность за свои слова, будем говорить. Особое мнение на 101FM Сегодня особое мнение юриста Яна Чеботарев высказывает. Мы с ним продолжаем. Мы от темы Владимира Журавлева и его высказываний переходим плавно к большой такой федеральной теме, к высказываниям всех абсолютно. Не знаю, может быть, я неправильно понимаю, неправильно трактую то намерение, которое сейчас высказывает, ну, в том числе Государственная Дума, принимая новый закон уже об иноагентах. Но у меня складывается ощущение, что там основная цель этого закона не выявить тех, кто сотрудничает с иностранными организациями во вред своей Родине России. Не знаю, как-то заставить, может быть, людей быть осторожнее в высказываниях, а возможно и вообще не высказываться. Возможно, я ошибаюсь. Это тоже мое мнение. Я с вами согласен. Мое мнение, возможно. Слушайте, ну, на самом деле, вот нашу чехарду в вопросе иноагентства лучше всех, наверное, прокомментировал министр юстиции Российской Федерации, который сам сказал... Да. Который сам сказал, потому что даже они не знают, что такое иностранный агент. Вот какой-то... Этим только предстоит заняться, он сказал, да? Да. То есть, вот, вроде, какие-то законы принимаем... Они уже работают, между прочим. Уже работают, уже там раздаются эти ярлыки и так далее, но все-таки определиться, кто же такой, что же такое иностранный агент, ну, пока еще не получается. Ну, смотрите, до последнего времени считалось, что это либо человек, либо организация, которые ведут некую общественную деятельность... И получают иностранные... Высказывают. И получают какие-то иностранные средства. Причем эти иностранные средства, там, по опыту вот тех организаций, которые получили звание иностранного агента, очень часто приходят с каких-то непонятных счетов. То есть, это не то, чтобы прям вот доказанное сотрудничество с кем-то, с какой-то организацией зарубежной, с какими-то целями нехорошими, а непонятно, с какой-то карточки приходит там 100-200 рублей. Причем карточки, ну, вот, по опыту моих знакомых были там из Нигерии, например, из Белоруссии кому-то что-то пересылали. Были примеры, когда человек со своего счета зарубежного переводил на российский счет. А вот сейчас это вообще очень история тонкая, потому что в связи с нерабочими нашими теперь карточками Visa и MasterCard, да, очень многие россияне открывают себе счета в Белоруссии, кто может, в Казахстане, в Узбекистане, в Киргизии. Они делают вот эти вот карточки для того, чтобы просто в отпуск поехать условно и машину там забронировать, да, вот. И потом, например, они с этой карты на свою российскую карту какие-то средства переводят, потому что что ж они там будут лежать до отпуска год еще. И вот они теперь в группе риска, получается. А теперь уже нет, даже теперь уже просто достаточно одного факта, как я понимаю, сотрудничества. Ну, слушайте, да, давайте поговорим. Значит, на самом деле мне известны случаи, когда журналисты признавали иноагентом, даже когда ему пополняли мобильный телефон, счет мобильного оператора, значит, из-за границы. Причем потом выяснилось, что это он сам, собственно говоря, проплачивал, но тем не менее ярлык с него пока еще не сняли. Не буду фамилию называть. Ну, на мой взгляд, как раз вот это изменение в закон об иноагентстве и возникло в умах наших законодателей во многом благодаря тому, что в настоящий момент поток иностранного финансирования, что средств массовой информации, что каких-то общественных организаций резко фактически прекратился. Ну, потому что все поняли, да, что это опасно. Карты не работают, карты не работают. Даже если бы захотел кто-то перечислить, достаточно проблематично это сделать. Карты не работают, прямые перечисления из стран ЕС на счета, даже в банковских учреждениях в Российской Федерации осуществляются банками весьма неохотно. Поэтому как раз и необходим какой-то новый инструмент этого иноагентства. Соответственно, из него необходимо, по мнению наших законодателей, исключить вот этот признак иностранного финансирования. На мой взгляд, конечно, это большая ошибка. Слишком размытые и расплывчиво будут выглядеть нормы закона и открывая тем самым возможность абсолютно произвольного их применения. Причем на местах, да? Безусловно, безусловно. И здесь даже с точки зрения позиции Коинсонного суда, который неоднократно говорил о том, что любая норма закона должна быть максимально конкретна и должна практически полностью исключать возможность произвольного толкования. Подобного рода нормотворчество пока, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики. И Государственной Думе следовало бы заняться более насущными делами, связанными, например, с поддержкой и немедленной поддержкой нашего бизнеса, который крайне страдает в условиях нарушения всех логистических цепочек, которые есть. Я не сторонник развития вот этого закона об иноагентах, тем более... Тем не менее, его Государственная Дума вчера в третьем чтении приняла. Я понимаю, но тем не менее, пока еще, слава богу, не подписан этот документ. Есть Совет Федерации, есть президент еще, да? Посмотрим, посмотрим. Хотя затруднюсь я вспомнить случай, когда либо президент накладывал какое-то вето на подобного рода законопроекты, либо Совет Федерации. Ну, надежда умирает последней. Посмотрим. Во всяком случае, здесь Конституционный суд, Верховный суд могут точно так же сказать свое веское слово, сформировав соответствующую практику. Еще один момент, который тоже хотел с вами обсудить, он касается журналистов, юристов, он, кстати говоря, тоже касается, да? На официальном сайте Госдумы сообщается о том, что во время парламентских заседаний по вопросам высшего образования России ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Кропачев обратил внимание на вопросы профпригодности и лицензирования ряда специалистов. Надо проверить, говорит он, готов ли этот человек для работы профессиональной. Именно сообщество должно иметь возможность оценить и сказать, нравственные нормы, профессиональные нормы соответствуют или нет его лицензии, в кавычках, на работу. Речь идет о журналистах, о юристах, о психологах. Ну и, собственно, если вдруг не соответствует, и профессиональное сообщество так лишит, то вот эту вот лицензию, в кавычках, у человека могут отобрать. Это пока вот на уровне идеи, но, тем не менее, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил все-таки со своей стороны обсудить эту идею. Ну, на уровне аккредитации всех специалистов. Ну, на самом деле, определенное здравое... Что это будет? Сейчас я объясню. Определенное здравое зерно здесь имеет место быть. Значит, давно уже юридическое сообщество, Министерство юстиции Российской Федерации обсуждают и продумывают вопросы введения регулярной переаттестации. Для кого? Для юристов. Для юристов, да. Согласитесь, что, закончив, например, образование в 2000 году и не практикуя никоим образом, человек в 2022 году уже, наверное, не вполне юрист, скажем так. А, ну, а еще законодательство же наше меняется. Конечно, законы меняются, практика меняется. Соответственно, человек утрачивает фактически способность квалифицированно представлять интересы своих доверителей. И здесь, на мой взгляд, введение, например, квалификационных аттестатов и регулярных экзаменов для их получения мне представлялось бы, ну, в целом, целесообразным. Это вы про юристов говорите? Про юристов, про юристов. Значит, я являюсь директором оценочной компании, каждый оценщик каждые три года должен сдавать экзамен в государственном многопрофильном центре для того, чтобы подтвердить уровень своей квалификации, насколько, собственно говоря, он отвечает требованиям рынка и требованиям профессиональной пригодности. Три года – это нормальный срок. В целом, я лично, как юрист, готов точно так же к сдаче подобного рода экзаменов. Я каждый свой рабочий день начинаю с того, что я просматриваю изменения в законодательных базах Российской Федерации и, соответственно, стараюсь поддерживать свою квалификацию на должном уровне. В данном случае я считаю, что вот эта идея была бы правильной. Врачи регулярно сдают подобного рода экзамены, оценщики сдают подобного рода экзамены, аудиторы сдают подобного рода экзамены. Чем юристы лучше? А журналисты? Я согласен. В части журналистов не согласен. Почему? Ну, давайте так. Все-таки журналистика – это творческая специальность. Требовать соблюдение каких-то стандартов в творчестве мне представляется абсолютно неправильным. Мы так с вами договоримся до того, что писатели будут каждые три года подтверждать свою квалификацию. Журналисты, художники, дальше начнется высказывание… Кинорежиссеры. Кинорежиссеры обязательно. Дальше начнется исключительно соцреализм – наш творческий метод. Мы это уже проходили. На мой взгляд, это как раз глупость несусветная. Значит, все-таки творческие люди, они тем и хороши, что они не подпадают под какой-то единый стандарт. Другой вопрос. Другой вопрос в том, что вопросы, например, журналистской этики. Ну, конечно, здесь можно, собственно говоря, принять какой-то кодекс. Я более того уверен, что наверняка в Союзе журналистов он и есть. Ну, не все состоят в Союзе журналистов. Я понимаю, но тем не менее, и загонять всех тоже не имеет смысла. Существуют какие-то нормы морали, которыми мы все придерживаемся. Человеческой такой. Да, обыкновенной. И здесь вводить какие-то лицензии на занятия журналистикой, ну, я бы не стал. На мой взгляд, это шаг к еще большему ограничению свободы средств массовой информации. Читатель сам принимает решение. Интересно ему общаться, интересно ли ему читать какие-то материалы авторства определенного человека. Если неинтересно, если этот журналист не рейтинговый, если никто не интересуется его творчеством, то он просто из профессии уйдет. Это относится и к художникам, и к писателям, и к поэтам, и, простите, к режиссерам, театральным деятелям и прочие вещи. Ну, смешно. Одевать всех в форму, выдавать всем лицензии, ну, это перебор. Значок проверено. Вы уже сказали про активную деятельность, которую развил в Рио Александр Соколов. И так вот, под занавес программы, две минуты у нас остается. В качестве бантика попрошу вас прокомментировать его инициативу. Александр Соколов предложил продавать в аэропорту Победилово меховые шапки. Идея прозвучала во время посещения звероводческого хозяйства Вятка, где 60 лет разводят пушных зверей и шьют одежду из меха. Ну, и вот, магазин в Кировском аэропорту мог бы, по мнению Александра Соколова, как-то позиционировать, наверное, Вятку как меховой край. Вы как? Вам как шапки в аэропорту, кажется, будут люди покупать? Он говорит, что люди, которые летают, могут себе позволить купить шапку за 4 тысячи. Безусловно, люди, которые летают, могут позволить себе купить шапку и за не 4, а за 24 тысяч. Другой вопрос, что я бы подобного рода инициативу не высказал, почему, на мой взгляд, все-таки основной пассажиропоток аэропорта Победилово, это кировчане. Либо нынешние, либо бывшие. Ну, либо нынешние, либо бывшие, но, как правило, все-таки летают из аэропорта Победилово, в основном, мне представляются, кировчане. Никакой сложности для жителя города Кирова, либо Слободского, либо Зонихи и так далее, в приобретении себе мехового изделия, ну, я не вижу. Для этого нет необходимости покупать шапку в аэропорту. Если человек летит зимой, так он уже в шапке летит, если она ему нужна. Если летом, ну, в целом, шапка все-таки это не сувенир, который покупают. Не знаю, странная вещь. Но, с другой стороны, я бы, наверное, думал о том, что неплохо было бы оценить статистику Министерства транспорта. Наверняка какие-то учеты ведутся. Вот, каков процент иногородних посетителей аэропорта Победилово? Если таковые есть, а таковые, безусловно, есть, гости у нас в городе приезжают, туристы приезжают, может быть, не в том количестве, ком хотелось бы, но, тем не менее, я бы, наверное, увеличил ассортимент сувенирной продукции. Там крайне мало дымковской игрушки, там есть какие-то изделия из капа корня фабрики «Идеал», но тоже не очень богато. 15 секунд. Да, поэтому шапки, на мой взгляд, ну, все-таки это не очень правильное решение. Не тот вид товара. Ну, да, тем более, что здесь, ну, кто будет держать ларек? Какая-то меховая фабрика будет арендовать специальное помещение и тратить деньги? Не верит. Не думаю, что это правильно. Нецелесообразно. Яна Чебутарев, юрист, был в нашей студии. Программа «Особое мнение» мы на этом завершаем. Будет на нашем сайте и можно будет переслушать. Спасибо большое. До свидания. Особое мнение на 101FM.